ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Госдума одобрила в первом чтении законопроект о штрафах за выброс мусора из автомобилей. Не уточняется, о каких случаях идет речь. Выброшенный в окно фантик или окурок, либо выгрузка в неположенных местах более габаритных отходов. Размер взыскания для обычных водителей составит от 10 до 15 тысяч рублей. Для юрлиц до 50 тысяч. При повторном нарушении предусмотрены более солидные суммы и даже конфискация транспортного средства. Ожидается, что такие проступки будут фиксироваться и с помощью дорожных камер. В этом случае собственнику авто придет письмо счастья на 10 тысяч рублей. ТРАССА СТО ОДИН Агентство «Автостат» составило список автомобилей 2018 года выпуска, которые спустя три года эксплуатации не подешевели, а подорожали больше всего. В классе «Б» с прибавкой в 7% лидером оказался «Киа Рио». В «С» классе «Фольксваген Гольф» плюс 9%. Практически такой же показатель у «Тойоты Камри» класс «Д». В сегменте компактных кроссоверов «Пальма» первенства досталась «Хёнде Крета». При его перепродаже через три года можно было вернуть потраченную сумму, а также ее седьмую-восьмую часть. ТРАССА СТО ОДИН Набирающий популярность «Хавейл» обновил кроссоверы «Ф7» и «Ф7Х». Первый предлагается по минимальной цене почти 1 миллион 900 тысяч, второй – почти 2 миллиона рублей. У автомобиля изменились радиаторная решетка, бамперы, противотуманные фары, размер колесных дисков. В перечень опций включили двухзонный климат-контроль и вентиляцию водительского сидения. Моторы же остались прежними. 150-сильная турбо-четверка объемом полтора литра и двухлитровый двигатель, выдающий почти 200 лошадей. ТРАССА СТО ОДИН Как часто вы проверяете давление в шинах? Оказывается, 40% автомобилистов делают это крайне редко – раз в полгода или еще реже. Речь, правда, идет о водителях в Германии, информирует издание «За рулем». Однако немецкие специалисты, которые проводили опрос, считают, что такая ситуация характерна для многих стран. А интересоваться давлением они рекомендуют раз в две недели или хотя бы раз в месяц. Опасен как перекач, так и недокач. В последнем случае, что встречается чаще, увеличивается расход топлива, износ шин, уменьшается управляемость. ТРАССА СТО ОДИН Какие только оправдания не услышишь от угонщиков автомобилей. Зачастую они совершают угон в состоянии изрядного подпития. И просто покататься хотел или надо было срочно куда-то добраться. В Самаре задержанный полицейскими автовор заявил им, что устал идти пешком. Якобы в Опивохе предстояла долгая дорога, а тут подвернулась соблазнительная «Шевроле Нива». Но хозяин внедорожника тоже хорош. Машина была не заперта, а ключ находился в замке зажигания. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «ТРАССА СТО ОДИН». До свидания. ТРАССА СТО ОДИН